Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Зарсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Я все читаю, спасибо вам, девочки и мальчики огромные. Давайте сегодня посмотрим. Этот расклад будет на одну позицию, поэтому если резонирую, значит смотрите дальше. Если не резонирую, значит, к сожалению, сегодня не ваш расклад. Ждите другой расклад, либо переключайтесь на другие каналы. Давайте сегодня посмотрим, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Вот о чем. Что вам передает высшие силы, какие-нибудь подсказки, не знаю, может быть, вам действительно что-то важное надо знать. В общем, да, такой расклад не по позициям, просто посмотрим, о чем вам нужно знать прямо сейчас. Что для вас важно, то и выйдет. Вот, и для того, чтобы понять ваш или не ваш расклад, давайте посмотрим, кто вы, что вы, в каких вы сегодня энергиях. Может, покажет, чем вы занимались. Так, ну давайте посмотрим, кто вы сегодня. Кто вы у меня сегодня. А у вас сегодня какой-то период отдыха. Ну, может быть, не именно сегодня. Знаете, здесь такое ощущение, что у вас, ну, некое последнее время, вы о каком-то мужчине думали, мужчине из прошлого, с которым у вас были какие-то тяжелые отношения. Но сейчас у вас, знаете, я бы сказала, вы погружены сама в себя. Вы немножко, да, в подвешенной ситуации были с этим мужчиной. Я так понимаю, именно потому что там какой-то король вышел, да, я открыла колоду, посмотрела там король. Вы были в какой-то зависимости, в какой-то зависимой ситуации. Я так понимаю, что с этим мужчиной, да, здесь какая-то некрасивая ситуация была, некрасивая ссора с мужчиной была, из-за которой, да, вы подвисли, подвисли, скорее всего, на долгое время. Здесь как-то тяжело было, потому что какая-то зависимая ситуация. Вы зависимы от нее были, не могли ничего сделать. Поэтому сейчас у вас, знаете, идет период отдыха, период восстановления. Вот я вижу ваш внутренний огонь, да, вот вы прям пылаете внутри. Внешне, кстати говоря, вы сейчас очень спокойны, я бы сказала, да. Вы сейчас очень погружены в себя, вы стали смотреть на ситуацию под другим углом. И вот эта вот ссора, которая какая-то неприятная ситуация, у кого ссора, у кого просто неприятная ситуация, которая была в прошлом. Вы сейчас рассматриваете ее под другим углом. У вас сейчас идет период восстановления, период, знаете, как, у вас очень сильный мыслительный процесс, вот так вот. С чем связан? С планированием дальнейших действий, я так понимаю, с планированием начала чего-то нового, нового этапа в вашей жизни. То есть я так понимаю, что здесь вы приняли для себя такое важное решение закрыть одну дверь в своей жизни, да. И потому что поняли, что какое-то, знаете, продолжение невозможно, да. И с удовольствием, да, вот вы как бы закрываете что-то старое, чтобы открыть новую дверь во что-то другое, да. Здесь такое вот, потому что вы стали смотреть на, ну, как-то выросли, стали смотреть на ситуацию под другим углом, да. Здесь вы были закрыты, в последнее время, возможно, даже вы, может быть, даже с друзьями не общались, да, как-то закрывались. Не хотелось вам общения, да, так скажем. Вот, и сейчас у вас идет такой период, знаете ли, да, период реабилитации. То есть вы взяли борозды правления своей жизни в свои руки. Здесь карта мага, да, то есть у вас есть все ингредиенты для счастья. Вы собрали, вызрели, так что, да, внутренние и уже готовы, да, вы, то есть почувствовали внутреннюю готовность к тому, что вы готовы идти во что-то новое, да. Прошлое тяжело оставить, оно еще как бы давлеет над вами, да. Вы еще ностальгия какая-то есть, иногда оглядываетесь, как там было хорошо, но вот здесь вы понимаете, что это ненормальная ситуация, да, что она зависимая была, что вы от нее зависимы были. Собственно говоря, да, здесь вот карта как вот Ева со своими яблоками, да, что вот какое-то искушение было в вашей жизни, болезненное искушение, да, вот. И сейчас вы понимаете, что вот вы болели, да, какая-то как болезненная ситуация была, закрытость, да, очень много может мимо себя по карте вот этой, да, то есть мимо вашей жизни много проходило из-за вот этих вот зависимых каких-то отношений. А сейчас вы понимаете по карте мага, что вы выздоравливаете от этой ситуации, вы находите в себе силы, чтобы стабилизировать свою жизнь, чтобы взять бразды правления, да, своей жизни в свои руки. Здесь, да, конечно, тут изрядно потрепанные вы, изрядно подбитые жизнью, где-то, да, где-то вы были в тупике, в подвисшей ситуации, но теперь, да, у вас и как-то по карте четверки мечей вы приходите в себя, вы, ну, четверка это стабильность, да, то есть вы как-то стабилизировали себя, свое внутреннее состояние, свои нервы в конце концов, да, вот. И теперь понимаете, что у вас есть какой-то путь по карту мага, да, вы наметили себе путь, вы выстроили планы, да, и теперь как бы вас уже не собьешь с какого-то намеченного пути, вы идете во что-то светлое, во что-то новое, да, вы закрыли главу этой жизни и собираетесь идти во что-то новое. Вот я бы так бы сегодня сказала, да, то есть вы вышли как бы из рамки, вышли из ограничений здесь, здесь, да, вы готовы скакать, вскочить на коня и уже, то есть у вас внутренняя готовность у вас уже есть, то есть вы уже готовы скакать в новую жизнь, прям карта мага, карта рыцарь жезлов, прям вот внутренний огонь у вас очень сильный, прям внутренние силы, как резерв, знаете. Вот такое ощущение, что вот та ситуация с тем королем, который там выходил, да, показался, здесь она вас изрядно подвытрепала, лишила каких-то эмоциональных сил, да, не было энергии какой-то, и вот вы подсобирали ее и подкопили, и сейчас прям вот у вас такой, знаете, как прилив энергии какой-то идет, вот. Вот, и теперь вы готовы шагать в новую жизнь, вот, а давайте посмотрим, вот вы сейчас как-то выправляетесь, да, здесь прям вот такие огненные энергии, здесь какой-то даже может быть мужчина, король жезлов, где-то на горизонте у вас уже появляется, да, у кого-то он уже появился здесь. Именно вот, да, может быть, как раз-таки именно этот мужчина как-то дал вам силы двигаться вперед, да, как-то вы отряхнулись, как феникс из пепла восстали, взяли бразды правления своей жизни в свои руки и шагаете в новую жизнь, в новую жизнь. А что с этим мужчиной у вас? Ну, да, вы, слушайте, вы с этим мужчиной, здесь еще некое сопротивление, еще есть некая борьба у вас, здесь показывается эгоизм, здесь вы оба лидера с этим мужчиной, оба огненные, харизматичные, да, здесь еще некая борьба все равно с этим мужчиной у вас идет. Вот, не до конца еще, знаете, отпустили эту ситуацию, хоть вы уже готовы в новое идти, но немножечко, да, вот еще хочется вот поддоказать себе, ему чего-то, да, либо это может быть он до сих пор с вами соперничает, вам может уже и не надо уже сто лет в обед, да, а он все вот соперничает с вами. Здесь вот такая вот ситуация, вот, поэтому если сигнификация ваша, значит смотрим, да, если сигнификация не ваша, значит, к сожалению, не ваш расклад. Вот здесь может быть у кого-то дети, да, дети, внуки, для кого актуально это детские хлопоты. Так, давайте, да, посмотрим, а что сейчас, вот, мне интересно, что сейчас вот у мужчины, да, вы-то как-то уже нацелилась, вы перышки свои начистили и готовы шагать в новую жизнь. А давайте посмотрим, что там у нас с этим мужчиной. Так, ладно, я все карты буду мешать, а то вдруг что-нибудь интересное пропустим. Так, а что с этим мужчиной? Интересно-то мне, раз он выпал, такой у нас красавчик со своими опять соперничествами, давайте посмотрим, что он-то. Вы-то уже готовы шагать в новое, вы-то уже... Так, а что с этим, что у этого мужчина в жизни? Ну, эгоизм у него, эгоизм, тайны. А он, слушайте, вот он, в отличие от вас-то, он не готов, он не, да, у него очень судьбоносные перемены в жизни намечаются, но он закрывается, вот понимаете, он закрывается, он боится, он подвис. Подвис, вот он не готов еще отпустить прошлое, ему страшно, вот он глаза закрыл, стоит весь в ограничениях, да. Здесь ему страшно посмотреть правде в глаза, принять на себя эту ответственность, да. Он не желает еще отпускать прошлое. Он здесь бы, я бы даже сказала, может быть, тайно как-то следит за вами, да, наблюдает, потому что вышла королева мечей. Страстью пылает, да. Здесь, ну, как-то тайно, знаете, это делает, вот как-то кривенько так, чтобы вы не особо это узнали. При всем при этом во внешний мир он транслирует карту эгоизма, да, что мне не очень-то, в принципе-то, она и нужна, да, там, не очень-то я о ней и переживаю, хотя на самом деле это не так тут. Здесь еще мужчина под каким-то магическим воздействием однозначно, и поэтому его здесь закрывают. Вот, закрывают, даже здесь под непроглядом бывает, девочки, ну, вот такая ситуация, не знаю, идет такая карта, и хоть ты тресни. Вот, и, собственно говоря, он-то сейчас здесь в подвешенном состоянии, хотя понимает, что какой-то такой период в жизни наступает, когда все меняется, да, когда приходится все равно расстаться с прошлым, приходится, все равно надо будет посмотреть правде в глаза, надо будет шагать, делать какой-то выбор, шагать в новую жизнь, да, принимать какое-то решение. Да, у него есть мечты, но по карте повешено, но в тупике пока еще. Ему тяжело, вот он сейчас весь в тяжести, тяжело как-то, закрываемся, не хотим решать проблемы, да, выбрали свою стабильность и сидим, как Кощей над Златом Чахнем. Он, как, смотрите, вцепился в свои пентакли, аж обвил все дерево, вон, не дай Боже, к нему подойдешь. То есть он, во-первых, вцепился в вас, да, он не готов вас отпускать, вон как вцепился, да, считает, что вы его, и вы должна быть его, вы никуда не денетесь, да, то есть он вас не собирается отпускать. Но при всем при этом я не вижу, что он готов к чему-то серьезному. Он здесь готов опять к манипуляциям, к каким-то, может быть, здесь я не вижу пока каких отношений, но здесь он идет в энергии любовника. Все равно, знаете, пришел, увидел, победил и дальше поскакал. Здесь пока вот так вот, вот. И по четверке пентакли, собственно говоря, карта стабильности, да, он выбрал пока свою стабильность, свои вот пентакли, менять ничего в своей жизни он не хочет, ему страшно, да, он вот этими пятками в косяк уперся и все. И мы не готовы ничего менять, мы боимся, нас устраивает пока все то, что есть. Почему? Потому что впереди неизвестность, впереди надо что-то, да, поднимать пятую точечку и шевелить ею, а этого делать не хочется. Посмотреть своим проблемам в лицо не хочется, разрушать, разрешать эти проблемы ему не хочется. Поэтому вот, да, вы уже готовы, вы внутренне созрели и уже готовы шагать в новую жизнь, а мужчина еще пока вцепился в прошлое, да. Вот вы уже в разное направление смотрите. Раз уж мужчина выпал, так что мужчинку-то мы и посмотрели. Так, да, что вам нужно знать прямо сейчас? Давайте вот посмотрим, раз у нас расклад такой. Так, что вам нужно знать прямо сейчас? Посмотрим, что карта скажет, что вам нужно знать прямо сейчас. Если вы надеетесь на помощь, обращаетесь к кому-то за помощью, помощь будет. Да, помощь будет, причем карта неизвестная, карта здесь даже будет помощь от, может быть, оттуда, откуда вы не ждете, да. Вам может быть страшно, может быть, придет карта, ну, неизвестная карта, да, это всегда карта тайны. Карта шестерка Пентакли, карта помощи, да, тайная помощь, тайные знания, тайные подсказки. От человека, которого вы даже, знаете, к примеру, ну, какая-то тайная помощь, от которой вы, ну, не знали, да, даже не надеялись, что придет. Да, девочки, знаете, здесь подбила вас жизнь, подбила, вы валялись у меня в десятки мечей. Вам действительно было больно, действительно ситуация такая, скорее всего, может быть, даже, да, не ожидали вы, что так будет, что, знаете, как, вот, земля ушла из-под ног, вот, все вот, да, вас просто прибило, король кубков вас прибил. Вот что-то он сделал такое у нас, ну, карта тайны, да, все тайное стало явным. Вот, собственно говоря, да, вот подбил вам крылышки, да, и вот сделал вам больно. Скорее всего, здесь была либо семья, да, либо вы были семьей, либо у кого-то из вас была семья, вот, и он подбил вас. Это мне почему-то прошлое показывают. Да, здесь он вам сердце разбил, девочки, он вам, он вам так сердце разбил, вы прям, знаете, вот и веры не было, вообще ничего не было, то есть такая очень болезненная ситуация была. Вот здесь треугольники, четырехугольники, может быть, да, может быть, ну, вы сейчас с ним на расстоянии, либо вы были на расстоянии, причем как-то, да, еще колесница, это, может быть, ну, неожиданно вы это узнали. Да, здесь выбор какой-то не был сделан. Знаете, как я бы сказала, мужчина засвербила в одном месте, да, засвербила в одном месте, и мы поскакали. Туз жезлов, да, вон цветет и пахнет, дракон его опять с этим драконом, я уже не знаю. Дракон в штанах у него засвербил, да, и он побежал. Вот, причем, скорее всего, здесь он, знаете, как, он не думал, что, что это, ну, он думал, что это сойдет, думаю, с рук, вот так вот. Вот, так, ладно, это мне бывшее, прошлое показывает. Да, была какая-то ссора, да, хорошо, вот это прошлое почему-то пошло. Давайте посмотрим, мне почему-то это это выдает. Давайте посмотрим, что, что вам нужно знать прямо сейчас. Что вам нужно знать прямо сейчас? Что вам нужно знать прямо сейчас? Сейчас. Девочки, здесь прямо сейчас вам, да, вам тяжело, да, вам впереди много чего неизвестного, да, страшно покидать зону комфорта. Здесь, понимаете, здесь вы все равно пойдете, вы нацелены, вы уйдете, да, не бойтесь делать свою внутреннюю трансформацию. Здесь, да, была любовь когда-то, да, было плохо, но вы все равно уходите, не бойтесь, да, вы все равно, вот, да, как бабочки, вот, полетите, были гусеницами, а стали бабочками, да. Здесь у вас трансформация пошла, она запущена уже обратно, хода нет, так скажем, да. Здесь все, вы уходите, вы уходите от этих непонятных отношений, от этих непонятностей, да, что вы не одна здесь были, от хандры, от апатии, да, вот, карта Иерафан, так говорит, вот, дам десятка мечей, там нету веры, да, там уже у вас рука, где вот тут она была? Два, да, вот у вас руки опущены, все, карта Иерафан, так говорит о том, что вот вера, да, у вас появилась вера, во-первых, во-вторых, ну, высшие силы уже за вами наблюдают, вам помогают, это да, два, здесь пошли вы, пошли вы в трансформацию, вы будете победителем, вы победительница по жизни, да. Здесь не надо больше соперничать, вот, что вам надо знать, вы, во-первых, в правильном направлении идете, вы в любом случае будете победителем, вы творец сами своей жизни, вот, что вам надо знать, вы в правильном направлении движетесь, это два, да, высшие силы за вами наблюдают, это три, будет еще на вашей, на вашей улице праздник, это четыре, давайте смотрим дальше, что еще у вас. Здесь у вас еще идет внутренняя борьба, вам, знаете, вам страшновато выйти из зоны комфорта, у вас, во-первых, сейчас обострена очень интуиция, вы получаете какие-то знаки через сны, через, там, не знаю, идете по улице, увидели там знаки какие-то, да, там, кто-то вам что-то сказал по телевизору, услышали, здесь такое есть, здесь, понимаете, колесо фортуны, все на вашей стороне, высшие силы на вашей стороне, здесь не бойтесь выйти из зоны комфорта, не перестаньте, во-первых, что вам нужно знать прямо сейчас, перестаньте бороться сама с собой, перестаньте, да, вы повернитесь к своей интуиции, загляните внутрь себя, вы сейчас оторванные, вы сейчас боитесь посмотреть, да, вот вы отвернулись спиной, за вашей спиной крылья, повернитесь, да, лицом к новому чему-то, вот видите, вот солнце здесь проскальзывает из-за туч, а вы отвернуты, глаза закрыли, повернитесь, расправьте крылья, прекратите внутреннюю борьбу, да, вот если вы решили уходить, плыть к новым берегам, все, плывем, да, может быть, это будет страшновато вам, да, где-то, где-то будет тяжеловато, но впереди у вас будет десятка пентаклей, но это новое отношение, это, да, это даже, это стабильные отношения, новое общество даже, да, десятка пентаклей, не только карта семьи, но карта общества, да, здесь может быть новое общество у вас даже. так что еще надо знать ну будет у вас да нет здесь знаете как здесь будет да здесь у вас будет ох здесь будет мужчина по судьбе карта суда здесь будет десятка десятка пентаклей девятка девятка до пентаклей вы вы сама творит своей жизни вы много выстрадали здесь я ошиблась здесь не десятка девятка здесь здесь вы все равно да вы сильная вы вот превратились в этого тигренка вы выйдете в нуля в шута да вот вы вот эти бабочки запорхать вы выйдете из состояния куколки состоянии гусеницы здесь разрушите все до основания уже может быть рушите не бойтесь да вам говорит не бойтесь не цепляйтесь за эту мнимую стабильность у вас уже у вас во-первых будет тут император какой-то идет мужчина к вам да во вторых здесь будет вот туз пентакли как и карта суда как подарок подарок высших сил этот мужчина будет до прояснение здесь ситуации вот вот здесь вот такой не бойтесь здесь не бойтесь как-то даже быстро все это случится до впереди вас ждет праздник от этого бывшего короля мечей вот от со своими мечтами непомерными фантазиями до что вам знать прямо сейчас ну поступайте с ним по справедливости знаете девочки поступайте с ним по справедливости хотите с ним помириться миритесь не хотите с ним мириться подводите итоги шагайте в новую жизнь давайте посмотрим для чего вот этот вот товарищ так это чего этот товарищ к нам идет для чего ты идешь он идет для справедливости чтобы здесь для кого-то знаете как проиграется чтобы вы вышли из этой зависимой ситуации и он идет как помощь вам здесь да здесь подведи знаете он идет как подвести итоги подвести итоги чтобы поднять вашу значимость да чтобы вы стали императрицей поняли вы что достойны большего достойны лучшего да что что здесь прош с прошлым человеком надо поступать по справедливости как он с вами так и вы с ним здесь вы скорее всего очень много прощали да вот и он идет как как помощь вам чтобы вы прекратили чтобы мы прекратили внутреннюю борьбу вот повернулись лицом и двигались к новым цель чтобы вы уходили от короля король кубков и новые берега да здесь здесь вот так вот как только начинается король кубков я сразу начинает разбирать уходили от неизвестности уходили от короля кубков с его неизвестностями с его тайными с его манипуляциями здесь все да вот иди-ка ты куда-нибудь да вы он идет вас встряхнуть вы вывести из зоны комфорта я не вижу пока чтобы он шел для семьи здесь здесь просто чтобы вы выбрали свой путь да чтоб вы перекратили цепляться за прошлое он идет вас вывести из десятки мечей карта солнца карта ясности этот мужчина идет пока как по помощь вам до как помочь вам забыть вот этого мужчину он идет не вижу для чего можно конечно вот пока идет для помощи для того чтобы как-то вывести вас и вот это из внутренних андры из внутреннего да что-то вы там переживаете вообще в принципе идет для любви до чтобы вы королевка туз кубков нет девочки здесь да здесь он идет для семьи вам чтобы вы королева кубков это любимая женщина здесь и туз кубков и десятка кубков прямо одни кубки с ним прям вот кубки кубки здесь идет он для любви для стабильных отношений чтобы вы почувствовали себя любимой женщины чтобы вас заботились чтобы вас любили да чтобы вы вот раскрыли свою вот этот внутренний женский потенциал потенциал поду господи шо ж я несу женский потенциал чтобы вы вот почувствовали себя женщина вот с тем мужчиной вы как два мужика в юбках да вот вечно какое-то соперничество было вечно что-то доказывали ему а здесь вот вы будете женщиной до королева кубков это женщина мягкая женственная эмоциональная до женщина который любит а который заботится ну собственно год десятка кубков да и карта туз кубку говорит что прям вы будете купаться в любви с этим мужчиной будет стабильные какие-то отношения я не вижу чтобы он был прям прямо здесь официальные отношения да но может много вас на канале поэтому так показали но императором вашего сердца он может вполне возможно стать да придется немножечко поработать здесь хотя возможно кстати говоря вы и будете с ним связаны как-то по работе может быть поработить вы с него познакомитесь а может быть вы здесь знаете как идет вы здесь можете с ним пора познакомиться по работе как-то либо на каком-то празднике на каком-то приятном времяпрепровождение То есть здесь вы можете, ну, в каком-то, либо один вариант, да, здесь вы можете познакомиться, связанно как-то по работе будете, а второй вариант здесь девятка кубков, приятное времяпрепровождение, может, праздник какой-то будет, там, встреча какая-то будет, да, вы где-то пересечетесь с кем-то там и с ним познакомитесь. Здесь вот так вот идет, да, здесь вы решите в прошлое оставить в прошлом, перестать соперничать, да, вы здесь перестанете, вам будет тяжеловато, еще погрустите, но потом все-таки, да, потом все-таки все разрушите. Карта суда, карта башни, это такой судьбоносный поворот в вашей жизни будет, и как совет, опять-таки, карт, не бойтесь этого, не бойтесь, да, все будет хорошо, все у вас будет хорошо. Так, что еще вам надо знать прямо сейчас, что еще вам надо знать прямо сейчас, что еще надо знать сейчас, ну, будет у вас, кому, кому нужна свадьба, у того будет свадьба. Карта свадьба сама выскочила, да, здесь будет свадьба у вас будет, мужчина придет, знаете, такой, где-то, может быть, за Машками властный где-то будет, да, тугодумчик, может быть, такой а-ля мыслитель, знаете, все, все, все у вас здесь будет такое вот, ну, он такой будет внешне очень, не внешне, внутренне будет очень отличаться вот от того Короля Кубков. Вообще, просто, знаете, как день и ночь они будут отличаться. Разговор какой-то у вас будет, разговор с мужчиной с каким-то будет у вас здесь разговор, будет он строить из себя такого умного, да, захочет опять радости, любви, будет надеяться на удачу. Ну, ну, мужчина такой, знаете, будет не очень, я бы сказала, не очень ему доверяете, да, здесь вот такое вот в отчаянии будет. А у вас начнется праздник в жизни, да, праздник в жизни, придет к вам друг, помочь, да, сначала, как, скорее всего, вы будете общаться как друзья, вы найдете в нем утешение в этом человеке, по-дружески сначала, да, не сразу там любовная какая-то тематика забрежет, да, так скажем. Вы будете немножко побаиваться, впускать его в свою жизнь, будете сначала общаться как друзья, да, и найдете в нем утешение. Он будет, наверное, одарить вас подарками какими-то, ну, и вы можете, да, будете его одаривать подарками. Ну, и станете его возлюбленной потом, да, карта возлюбленной, станете его возлюбленной. Он будет, кстати говоря, знаете, как помогать вам, этот мужчина будет вам помогать, и у вас появится опять надежда, смотрите. Вы как возродитесь, появится надежда, у вас сюрприз он будет вам делать, какие-то маленькие приятности, да, в жизни будет вам делать. Он будет врачом вашего сердца, для кого актуально, да, здесь и рождение ребеночка будет, да. Вы бы как-то будете смотреть легче на какие-то ситуации, появится некая такая, знаете, небольшая легкомысленность, потому что у вас вот эти вытащили, вам было тяжело, а здесь вы как воспрянете духом, полегче вам станет. Он врач вашего сердца, да. Получите письмо, получите письмо ребеночек, какой-то, какой-то радостное, да, письмо. Да, перестанете, тоска у вас, хандра, перестанете быть в постояне ждунишки в какой-то, да, здесь, здесь трансформация идет, то есть вот, что вам нужно знать прямо сейчас, вот, вот это вот вам и нужно знать прямо сейчас. Скорее всего, да, что здесь вам самое главное, чтобы вам знать, вы на верном пути. Впереди все у вас будет хорошо, вот. Как-то вот так вот, такой вот расклад сегодня экспромтом получился, вот. Вот, ну, видимо, вам надо было это услышать. Вот, девочки, вот такой вот получился расклад. Вот. А этот маменькин сынок, пускай там и остается, да, со своим развратным образом жизни, пускай там, где был, там и остается. Капризный, мягкий маменькин сынок ваш, пускай он и остается в прошлом. А у вас будет исполнение желаний, приятные эмоции, влюбленность, любовь, страсть, помолвка и флирт. Да, вот карты говорят, а этого пускай идет он до Свидули. У вас будет рост, развитие, да, да, слушайте, творчество, получение знаний, расширение возможностей. Вообще просто шикарная карта. Вот, поэтому вот такой вот получился расклад. Вот. Всех люблю, всех целую, девочки, мальчики. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok